покажу налево в сторону железо дороги на калининград ведущий берег залив был там сейчас он стал гораздо меньше вот и когда в одиннадцатом году я вел здесь раскопки мы это самый профиль нашего шурфа выяснили что здесь грунтовые воды то есть фактически остатки того самого пролива они находятся глубине меньше метра то есть пролив под нами вот он был до под нами как водопаде конечно конечно вот вообще запасы воды здесь огромные и она в ряде случаев достаточно пресно то есть ее только очистить и мне нужно пить вообще россия как вы знаете самый крупный запас воды в мире именно в россии вот мы в калининградском и выяснилось что пролив был шириной ну минимум 200-300 метров вот пролив древности назывался брокист по древнеисландский а надо вам сказать что скандинавы говорили на древнеисландском языке то есть исландский язык современный ну конечно модернизированный вот он ближе всего к языку викингов язык чудовищный я пытался его читать ничего не понимаю по-шведски я могу читать а по-исландски ну десятый век все язык так вот и брокист переводит древнеисландского мост из ящиков то есть эти эти этот пролив местные викинги жившие на каупе куда мы сейчас с вами поедем перекрывали своими лодками не пуская купцов которые шли а здесь-то шел один из важнейших отрезков пути за греки кстати именно здесь то есть сюда сюда приплывала приплывали ладий с киева представляете вот не пускали пока купцы не отдадут дань ну платили конечно серебряными монетами как правило причем если до конца девятого века здесь ходили в основном арабские монеты называлась ал-дир-хаим вот кстати сейчас во многих государствах северной африки до сих пор дергем от этой ходим называйся дергем ну конечно чеканка современная то уже в десятом начале одиннадцатого веков здесь ходила как правило западноевропейская монета динарий фотографии не взял маленькая монетка крестик становится другое условное изображение храма которые чекались чеканились в германской империи на западе небольшие монетки и в погребениях очень редко прусской они встречаются как заупокойные дары и этих монет было настолько огромное количество что прусские дружинники которые все это дело контролировали могли покрыть серебром узды к своей коней не только снаружи но изнутри ну килограмма серебра просто вот зачем это дело я не знаю изнутри никто ничего не видит может одевать было некуда тут вообще вопрос такой вот короче говоря если есть желание сходить на море море рядом